Формула успеха 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 и затрат времени. Вот как найти баланс, чтобы не забывать Слово Божие и в то же время строить свое дело? Не нужно ограничивать Бога, не нужно принимать Слово только частично. Если Слово принимаем, то нужно принимать Слово все. Но также, что касается успеха, что касается благословения финансового, что касается работы, Библия говорит и о других сферах. Что касается служения, что касается личных отношений с Богом, что касается семьи, мы не можем, знаете, чем-то одним заниматься, а на все остальное просто не обращать внимания. То есть важно вмещать в себя все. К сожалению, не у всех вот это получается. Многие люди не могут вместить в себя, в свою жизнь, в свою душу, не могут вместить в семью, детей, бизнес или там какую-то работу, служение и церковь. То есть для многих это трудно. Я думаю, этому нужно учиться. Это навык. Важно об этом размышлять и важно вот просто принимать. Знаете, для меня нет такого вот, что главнее. Бог, семья или служение. Я перестал разделять вот эти вещи все, ну вот что главнее, приоритет такой. Вы знаете, я понял, что важно все. Бог, Он везде. Он в моей семье, Он в моем служении. И Он также в моем бизнесе. И я хочу, чтобы так и было всегда. Поэтому я не хочу разделять, вот что важнее. Я вижу, что на сегодняшний момент, возможно, больше внимания требует моя семья. И просто я уделяю им внимание. Вот и все. То есть важно, конечно, чтобы был баланс. Я к этому пришел. И по крайней мере, на сегодняшний момент у меня получается. Помимо служения мы еще занимаемся предпринимательством. Вот у меня есть жена. И все, слава Богу. Ну и мы еще и отдыхаем вместе, успеваем. Также у нас еще есть миссия. Не только в России, но и в других странах. Мы ездим, проводим большие крупные крусейды в мусульманских странах. И все хорошо. Я просто вижу, что сегодня нужно делать вот это. И мы это делаем. Все, вот в свободе. Вот так. Почему вы решились на миссию именно в мусульманских странах? Ведь, кажется, проще поехать в ту страну, где люди по культуре к нам ближе, до которых легче достучаться. Ну, первое, наверное, это связано с призванием. Вот. У каждого свое призвание. Писание говорит, не все апостолы, не все пророки, не все пасторы, не все евангелисты. Это связано, конечно же, с призванием. Когда-то Бог обратился в мою жизнь ко мне через посещение. Бог меня посетил. И Он мне там открыл народы. Просто вложил в сердце мое народы. И с этих пор, вот как Бог посетил, я постоянно думаю, ну, часто, скажем так, о народах. Я часто вижу в видениях, во снах именно народы, толпы людей. Большую жатву, когда вот люди толпами приходят к Богу. Это просто есть в сердце моем. Есть такое большое, знаете, желание. И я с этим ничего поделать не могу. И, ну, были такие моменты, когда я даже от этого пытался, ну, вот, остановиться. То есть, потому что даже где-то здравый смысл подсказывает мне, что у тебя есть церковь. Ну, что толку, ты сейчас поедешь там в стадион, сделаешь там несколько десятков тысяч человек, может быть, там масса исцелений, спасения, там много мусульман примут Иисуса Христа. Но в России, на самом деле, даже, может быть, с христианством, ну, с какой-то стороны хуже обстоит. Потому что там больше, на самом деле, христиан, чем в России. Я часто себе вот это говорил и принимал решение, все, я не поеду никуда, буду служить здесь, вот, буду вот заниматься здесь, чтобы здесь были стадионы. Но всегда вот Бог проговаривал в сердце мое. Лишь то, ну, вот, одно понимание и слово. Вот там, где открыты двери для Евангелия, туда нужно идти. Там, где есть, скажем так, возможность. Туда и нужно идти и проповедовать Евангелие. На сегодняшний момент мусульманские страны, ну, не все, но какие-то, больше открыты для Евангелия такого, знаете, силового евангелизма. В сердце моем живет именно силовой евангелизм. Что такое силовой евангелизм? Это евангелизация с чудесами и знамениями. Вот, и когда масса народов, много народов, вот, и там открыты двери. В России, к сожалению, еще нет, пока что, пока что. Но мы к этому идем. Я верю, что мы в скором времени сделаем и здесь. Мы будем проводить, мы сейчас проводим крупные конференции. Может быть, для России они крупные, но для мира они маленькие. Вот, потому что, если даже с тем же Пакистаном сравнивать, это маленькие конференции, там, тысячи, полторы тысячи человек. Это немного, вот. Ну, и по России, я знаю, больше у кого-то есть, да, но мы придем к тому, что мы здесь будем видеть десятками тысяч человек. Это живет в сердце моем, вот. И Бог призвал, и поэтому, как бы я, знаете, не пытался от этого уходить, всегда, все равно, просто как навязчивая мысль приходит, идея. И просто большое желание. Бог во сне пришел и сказал, послал меня в Пакистан. Во сне. Это недавно произошло, два месяца назад, даже поменьше. Вот я принял решение, все, я еду в Пакистан. Вот так вот. Утром проснулся и сказал, все, еду. И начали готовиться. Ну, я все равно думал, может быть, граница закрыта еще в связи с пандемией. Все узнали, все открыто. Пакистан открыт. Вот, Пакистан открыт для Иисуса, для меня это еще один знак, что это Бог посылает. Вот так вот и происходит. А был какой-то страх поездка в мусульманскую страну? Вдруг будут гонения? Вы приезжаете в какую-то деревню, там, может быть, люди радикально настроены против христиан? Ну, я не могу сказать, что прям такой страх какой-то был. Конечно, больше связано с разными слухами и с разными историями. К сожалению, не все истории правдивые, там, связаны с мусульманскими странами, головы там отрубают. Да, конечно, было. Но давайте признаемся, в России не меньше было. Я недавно посмотрел фильм один, он так сильно тронул меня, что происходило в Советском Союзе. Там мучили людей, христиан, наши, русские, советская власть. Вот, убивали, очень много убивали. Поэтому, знаете, ну, кто-то о нас думает так же. Какие-то, вот, я знаю, у меня есть друзья в других странах живут, они, ну, считают, что у нас так. Что у нас тоже могут что-то сделать за Евангелие. Но мы здесь живем, нам спокойно. Ну, кому-то спокойно, кому-то... Есть люди, они, знаете, всего боятся. Даже нечего бояться, а они боятся. Вот, поэтому, знаете, когда Бог призывает, Он дает тебе все. Он дает тебе желание, это раз. Он дает смелость. Лично, как в моем случае, когда я приезжаю в мусульманские страны, я становлюсь другим человеком. У меня меняется все. То есть, я сам меняюсь. Вот, правда, это чудо какое-то. Раньше я где-то даже не обращал на это внимания, потом начал обращать внимание. Что, когда я приезжаю в мусульманскую страну, я становлюсь другим человеком. Ко мне приходит сверхъестественное дерзновение. Я думаю, это связано с ангелом определенным. Ну, это долгая история, я не буду рассказывать. Но, вот, как Бог, знаете, дал ангела именно для народа. В частности, для мусульманских стран. Один раз это, знаете, подтверждение было такое. Еще одно из подтверждений. Когда я летел в Пакистан, пересадка в Дубае была. Вот, и мы в Дубае сели в самолет, и уже летели в Пакистан. И Сюардесса, Сюардесса, да, там, она оказалась из Казахстана. И она русскоговорящая. И она услышала, что я говорю по-русски. Она села напротив, вот, ну, и спросила, для чего я еду туда, как я здесь вообще оказался. Я в самолете был там. Я один белый, и еще мой друг, но у нас почему-то разные были места. Нас так посадили. Вот, два белых человека. Все остальные такие темные, вот, в своих одеждах национальных. И мы такие два светленьких, беленьких. Вот, и она спросила, как вы, что вы делаете здесь? Куда вы вообще летите? Я ей сказал, я верующий человек, я пастор. У нас сейчас крусей будет много тысяч мусульман, верю, примут Иисуса Христа. Я ей это все рассказываю. И она сказала, а могли бы вы помолиться за меня? Там у нее какая-то проблема с болезнью была. Я ей сказал, да, давайте. Вот, и она сказала, давайте сейчас залетим и пойдем помолимся. И как только она вот это сказала, у нее вдруг что-то сдавило в голове. Вот, она руки положила на голову, скрючилась так. Вот, и мне говорит, что со мной происходит? Я не понимаю, что со мной происходит. У меня все сдавило, и она говорит, а я слышу внутри себя голос. То есть голос говорил, что, ну, не позволяй ему молиться за себя. Это были демоны. Я ей сразу сказал, что это демоны. Представляете, я даже ничего не делал. Мы просто пообщались, и уже у нее проявление. Потом я за нее помолился, она получила очень сильное освобождение. Представляете, мы взлетели, мы пошли молиться. Я пошел за нее молиться туда. И она там, ну, несколько раз крикнула громко. У нее рвота произошла. Это демоны так выходят. И она получила исцеление. Я выставил это свидетельство в Фейсбук. Ну, это было сколько-то лет назад. Вот, и я понял, что, вот знаете, когда я туда только лечу, вот этот ангел приходит. Ангел знамений и чудес. И я становлюсь другим человеком. Были у нас там случаи различные. Нам там и угрожали, и хотели мину там, ну, взрывчатку подложить под сцену. Деньги требовали там с нас террористы, 50 тысяч долларов. Сказали, ну, с требованиями, если не отдадим, то они нас взорвут. Было много что. Но, знаете, всегда было спокойно. Не было страха. Вот я так говорю, у меня не было страха, не знаю. То есть мне там хорошо. Я чувствую себя там легче, чем в России. Вот, что касается Евангелия. Вот, я могу там спокойно выйти и начать проповедовать Евангелие. Прямо на улице. Мне вообще без разницы. Вот, и я знаю, люди, ну, соберутся, многие спасутся, и многие получат исцеление. В России меня могут посадить за это. Вот так. Связано ли служение, особенно миссионерская деятельность, с какими-то жертвами? Очень часто мы представляем, если человек миссионер, значит, он чем-то пожертвовал. Он пожертвовал деньгами, он пожертвовал там временем, которое он мог провести с семьей. Он пожертвовал какими-то своими личными интересами. Вот вы как-то переживали это чувство жертвы? Это, наверное, то же самое, что вот если у вас есть ребенок. Вот есть у вас ребенок. Вы его одеваете, там, учите его. Можно сказать, что это жертва. То есть я думаю, родители об этом не думают. Что вот, ой, как я жертвую, я тебе штаны покупал, там, в садик водил. То есть мы понимаем, что это нормально. То есть это твой ребенок, и ты вкладываешь свое. Ты знаешь, что будет потом. Вот притча есть такая, что сын беспутный спит во время жатва. Я понял, сейчас жатва. Когда вот кризис, пандемия, это жатва. Христиане должны быстро включаться. Очень быстро включаться. И начать жатву собирать. И сейчас там будет жатва. Я верю за нашу поездку. Примерно около 30 тысяч мусульман примут Иисуса Христа. И, ну, деньги нужны. Деньги нужны. И нельзя проспать. То есть это надо сделать быстро. Не потом, не через полгода. Во время кризиса. Во время пандемии. Потому что, ну, когда-то это все закончится, правильно? И когда, если это закончится, мы не сможем туда поехать. Вот, потому что уже нас опять никто не пустит. Или кто-то, я даже сейчас жду, чтобы им даже никто не помогал. То есть, вот. И чтобы мы приехали, первые были, знаете, чтобы они нас ждали. То есть все. Ну, и все равно у них хорошее останется впечатление у христианок и о Христе. Я, конечно, даю себе отчет, что не все там уверуют. То есть это 100%. Но они не будут радикально настроены против христиан. И в следующий раз мы поедем туда и сделаем уже стадион. Ну, большой крусейд именно там, где никогда этого не было. Вот так вот Бог двери открывает. И нам деньги нужны. Вот сейчас 40 тысяч долларов нужно нам, чтобы поехать туда и купить просто еды. И, знаете, я там делал призыв. И, честно, хочу сказать, ну, мало людей прям жертвуют. Слава Богу, те, кто жертвуют. Вот. Те, кто подключаются, я вообще благодарю этих людей. Но вы понимаете, внутри вот у меня. То есть что, как так? Ну, то есть это же такое дело благое. Бог послал. Христиане должны включиться. Сейчас люди с голоду умирают. То есть надо помочь. И вот у меня на этой волне вот мысль такая пришла. Знаете, обида такая. Вот мы едем, а все там, знаете, вот, ну, типа сидят. Знаете, но я отогнал. Это сатана. Я отогнал эту мысль от себя. Не надо делать, понимаете, из себя жертву. Типа вот мы такие всем служим, а никто, а все сидят. Это не так. Все люди служат. У каждого просто свое призвание. И мы все должны это понимать. Нам никто ничем не обязан, никто ничем не должен. Вот. И если я это делаю, я понимаю, я это делаю, мне это надо. Мне лично это надо мне. Все. И вот у меня такое отношение. Вот у нас был крусейд, мы 100 тысяч долларов отдали за этот крусейд. Ну, я отдал все. Я, честно, взял два кредита. Вот. У меня больше не было денег. Вот. Ну, слава богу, много жертвовали все равно. Но это большая сумма. Это в тот момент, когда у меня вообще ничего не было. У нас у меня не было даже там... Ну, вообще ничего не было, чтобы вы понимали. Я не мог позволить себе многих вещей. Ну, бог сказал, чтобы я поехал. За три месяца мы нашли эту сумму. Сверхъестественно. Сверхъестественно. Я тоже боролся с этими мыслями. Я их отгонял от себя, чтобы вот там жертва, знаете, какая... То есть, и честно хочу сказать, я благодарю Бога, что мы можем давать. Что мы можем служить. И вот всякий раз мы в этом возрастаем. Мы в этом, ну, растем. В даяниях растем. В помощи людям. Ну, мы растем. И у меня нет такого, что, знаете, вот сколько мы много денег отдали. То есть, могли бы куда-то больше, ну, там, куда-то на нужды другие отдать. Я Бога благодарю, что мы можем... Ну, не то, что много, для кого-то мало. Для меня это много. Я Бога благодарю. Я Его прошу, чтобы я больше давал. Чтобы мы больше... Ну, была возможность такая отдать. Понимаете? И то, что мы ездим туда... Ну, я не могу назвать, что я жертвую. Ну, честно я вам говорю. Можно было, наверное, сказать, что как я жертвую. Там, с семьей своей. Да я хочу этого. Понимаю, понимаете? Я от этого, ну, кайфую. Я кайф получаю. Это моя жизнь, мне это нравится. Вот, что я могу об этом сказать. А ваша супруга, она разделяет ваши мечты? А что я еще делаю? Вот нет другого выхода у нее. Ну, я, конечно же, шучу. Но я, когда женился на ней, я эти... Я уже был пастором. Я понимал эти вещи. То есть, я, ну, понимал, кто такой я. То есть, хотя на тот момент у меня прям не было такого призвания. Но внутри я ощущал. Я это знал. Я знал, что я не буду сидеть на одном месте. Вот. Я думал, что я всю жизнь, знаете, буду ездить города, по городам церкви насаждать. Вот. Но Бог вот повел вдруг... Я ей вот это сказал. Я ей сказал, что мы, может быть, там, ну, служение поднимется. Там, ну, деньги появятся там на какие-то нужды. И, возможно, придется это все оставить, уехать и с нуля опять начать. Я ей это все говорил. То есть, что, может быть, вообще ничего не будет. То есть, ты готова? Вот. Да, я ей так вот говорил. И... Но Бог в другое повел. То есть, вот мы там... Я был в нескольких городах. Волгоград, Ростов. Вот. Ну, лично сам туда приезжал. Церкви насаждал. И еще от нас там в других городах. И мы тоже открывали. Ну, лично я, вот, в трех. То есть, и потом я приехал в Москву. Сейчас я в Москве и сижу. И, наверное, я, ну, думаю, не уеду оттуда. Но вот, видите, Бог повел, что касается не просто насаждения чего-то, церквей. А, ну, это поднятие пастуров и ездить, вот, проводить крусейды. Вот это сейчас. И, конечно же, в России. Не только где-то там. Вот. Как я уже сказал, мы и здесь это сделаем. И будем делать. Будем собирать стадионы в России во имя Иисуса Христа. Я верю. То есть, вот. Это сейчас я этим тоже живу. Это в сердце моем. И я ей вот эти вещи все говорил. И я понимал, на ком я женюсь. То есть, вот. Я прям смотрел. Вот. Я смотрел, ленивая она, неленивая она. Да. Да. Для меня это важно было. Ну, там, как она относится к каким-то вещам. Стрессоустойчивая, не стрессоустойчивая. Правда? Правда. Вот. Я вот так вот смотрел. Вот. Она ходила в наше объединение. Только в городе другом. Даже в другой стране. И там пастор, мой друг. И я у него все спрашивал. Я у него спрашивал. Она служит. Как она себя вообще ведет. То есть, психованная, раздражительная. Нет. Он мне говорил, что это самый спокойный человек в нашей церкви. И все. Для меня это было, понимаете, что, ну, все хорошо тогда. Вот. Потому что это важно. Всегда будут проблемы. Всегда будут трудности. Всегда. Но самое главное, как мы к ним относимся. Вот это самое главное. Поэтому все нормально. Конечно, никакая миссионерская деятельность невозможна, когда ее делает только один человек. Это всегда должна быть команда. Вот как собрать команду? Как отобрать людей? Как с ними общаться? Как их сплотить? Ну, первое, я хочу сказать, команда, она приходит, когда у тебя есть призвание. Вот. Если Бог тебя призвал, в этом есть все. То есть, все. В этом вот сам дух. Вот сам дух. Понимаете? Можно у людей уговаривать на что угодно. Там вот. Деньги всем платить. Но это не то. Это все равно не то. То есть, в сердце, если у них этого нет, то какая... Ну, я не думаю, я не могу сказать, что это команда. Работники, может быть. Но для меня команда, это что-то другое. Вот. Поэтому в моем случае просто вот мы делаем дело свое, и люди спасаются, люди приходят, и они остаются. И мы видим, кто вот правда, знаете, хочет. То есть, у него открытое сердце. Он хочет служить. Он горящий человек. Для меня это очень важно. Вот. Ну, со мной, я такой человек, со мной вряд ли кто-то сможет, если ты так, знаете. Так вот, поверхностно, ты просто не сможешь. Ну, вот. Да и я не смогу, вот. Вот. Поэтому только если человек вот такой, знаете, ну, в каких-то вещах радикальный. Вот. Что касается слова, что касается чудес, что касается пробуждения, исцеления. Вот все. То есть, вот только так. Что касается веры, вот, постоянно в этом движении. Веры, как бы, да. Не всем это, ну, скажу так, было такое. Вот у нас случай такой произошел. Один из нашей команды. В нашей команде был брат, и он ушел. Ушел, потому что сказал, что, говорит, я не могу выдержать, ну, вообще, темпа такого. Хотя не то, что, знаете, мы там что-то постоянно там у нас движ. Видишь, ну, вот сам этот дух, мы в этом говорим, мы об этом говорим, мы ставим большие цели. То есть, и к ним идем. И он говорит, я просто вот у меня внутри уже все сдавило. То есть, хотя мы не то, что, знаете, такие вот, ну, застегнулись, и только в этом мы нормальные люди, и отдыхаем все. Ну, он ушел из-за этого темпа. Ну, потом прошлось какое-то время, он вернулся. Вернулся и сказал, я понял, я нигде, я уже не могу. Все, говорит, я вот здесь побыл, и для меня другой ритм, другой режим вообще. Ну, там, церковь, он ушел в церковь другую, служил, там, сразу стал помощником пастора, сразу прям его взяли, вот. И он оттуда ушел. Он говорит, я просто не могу, вот. Я понял, что это моя жизнь, и все, и он обратно пришел. Поэтому, вот, понимаете, Бог, наверное, приводит людей, вот такие же по духу, кто по духу тебе, ну, по духу твоего призвания, да. И люди просто входят, в это просто входят. Скажем так, они просто хотят того же, наверное, что вот и Бог тебе вложил. Бог вложил в народы. И люди приходят, те, кто хочет народа. Все, к тебе не придут те люди, которые не верят в это. Какие бы они не были помазаны, какие бы они не были хорошие. Но я знаю, вот, есть христиане, они, знаете, им не нравятся народы. Не нравятся, да. Я не осуждаю. Вот, они говорят, что надо что-то другое, надо там, зачем эти толпы людей, что, кто с ними потом будет заниматься, что с ними делать, понимаете. То есть, вот, но этот человек, он не сможет с тобой быть. Ты его просто будешь раздражать вот этими своими видениями, там, народами, верой вот этой, да. Вот, тебе, вот, с тобой будут люди те, кто разделяет с тобой это видение. Вот, а что касается подготовки, ну, оно вот так все идет, знаете, то есть, я там, все вот так вот. Само вот оно просто, поезд-то идет и все. Кто туда запрыгивает, тот и, кто-то и рулит вместе с тобой, вот так. А кто-то смотрит на чужие большие служения успешные и говорит, я бы хотел, чтобы у меня тоже было вот так. И начинает даже вот завидовать. Вот как вот избавиться от этого чувства зависти? Я думаю, знаете, время, время, ну, все расставит на свои места. Потому что, если ты будешь хотеть чужого, то к чему тебя Бог не призвал. Ну, хотите, это нормально, больших служений, это нормально. Ну, не важно, там, чего ты хочешь, но ты вот призван просто к другому. Или, знаете, это начинает на тебя, вот, кто-то начинает на тебя влиять. Чужое мнение начинает на тебя влиять. Например, у тебя церковь, может быть, небольшая. И это нормально. Ну, хотя я верю в большие церкви, я лично верю. Воля Божия – это большие церкви. Я верю так, понимаете? Но это не значит, что церкви, если маленькая, она что-то с ней, ну, что-то с ней не то. Нет, есть церкви, как домашние группы. Вот, и они несут миссию свою, большую. На них есть большое призвание. Я знаю несколько таких там служений, вот, они там занимаются освобождением, исцелением. Они небольшая группа, там, человек 15, да, там, 20. Вот, но они делают это, и многие люди получают от них благословение. Люди с церквей к ним приходят, там, получают исцеление внутреннее, там, и душевное, и физическое, и так далее. И они делают свою работу. Вот, и у них это хорошо получается. Если они это будут делать очень хорошо, понимаете, они по влиянию могут стать намного даже выше, чем те, кто имеют там большие служения. Намного влиятельнее, то есть, намного. И поэтому нельзя смотреть на кого-то, понимаете. Вот, надо и время, оно все поставит на свои места. Потому что, если ты будешь смотреть на другого, и ты будешь пробовать так же сделать, и у тебя не будет получаться. Просто у тебя не будет получаться. И вот время будет идти, и ты понимаешь, что-то не то. И ты вернешь, и ты, или это осознаешь, вот заниматься тем, к чему Бог тебя призвал. И вот в этом будет реальный успех. Или тебе все-таки вот жить под чьим-то чужим мнением, что нужно вот так, что сейчас это в тренде, что вот, да. И люди вот размениваются на это, тратят на самом деле драгоценное время свое, занимаются тем, чем не нужно заниматься. И теряют драгоценное время, и, конечно же, у них ничего из-за этого не получается. Но потом, может быть, к ним приходит, вот, знаете, ну, понимание такое, что занимайся тем, к чему Бог тебя призвал. Илья, большое спасибо за то, что вы приехали в Санкт-Петербург, посетили нашу студию. Большое спасибо за ваше послание нашим зрителям. Да, спасибо. Большое спасибо всем, кто смотрел нашу программу. До новых встреч. Не переключайтесь, продолжайте смотреть наш телеканал. Впереди вас ждет множество интересных программ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова